И в завершении выпуска. С наступлением летних каникул у многих родителей встает вопрос, чем занять ребенка, а главное, с кем его оставить. Ведь не все могут брать продолжительный отпуск на работе. Тогда на помощь приходят летние лагеря, кружки, бабушки и дедушки. А некоторые родители обращаются за помощью к профессиональным помощницам по уходу за ребенком. Наш следующий материал о том, как правильно выбрать няню. Ни на что обратить особое внимание в этом непростом вопросе. А это что? Это трактор. Трактор, да, отлично. Дальше поехали. Марина Ткачева – многодетная мама, но дома она не сидит, работает детским стоматологом. Поначалу со всеми обязанностями девушка справлялась сама, но в какой-то момент поняла – без няни не получается. После долгих поисков они с супругом остановили свой выбор на Филиппинке. Она больше занималась малышом, а я со старшими больше. И что касается развития, на удивление, то есть может быть кто-то говорит, что там Филиппинки без русского языка, или что-то у нас очень хорошо развивался малыш. Она как-то его вот прям на каких-то интуитивных, то есть если я читаю книжки, там какие-то методики пытаюсь там изучить, то я вижу, что она эти методики как бы видимо подсознательно применяет. Однако вскоре Филиппинка уехала на родину, и супруги опять принялись за поиски. Некоторые няни не устраивали их халатным отношением к детям и ненадежностью, другие – своей нерасторопностью и меланхоличностью. Через знакомых нашли Людмилу. Она работает в семье Ткачевых больше полугода. Это ее первый подобный опыт работы и специального образования женщина не имеет. Но несмотря на это Марина няней полностью довольна. В любых, наверное, профессиях и работах, которые связаны с детьми, первично это просто доброе и доброжелательное отношение к детям. Я сертификатов, естественно, никаких не спрашиваю. Надо сначала поискать через знакомых, через друзей, но если уж совсем тупиковая ситуация, то уже тогда начинать другие пути, такие более официальные применения. Однако специалисты по подбору домашнего персонала уверены – нанимать няню через знакомых крайне нежелательно. Объясняют это просто. Подробности вашей личной жизни вмиг разлетятся по чужим домам. Не советуют они прибегать и к частным объявлениям в интернете. Во-первых, человек приходит с неизвестными документами и с липовыми рекомендациями. Когда приходят к нам люди на работу, мало того, что каждая рекомендация проверяется, мы просим не телефон мобильный, а телефон стационарный или визитная карточка бывшего работодателя. Кроме этого, все соискатели в агентстве проходят ступенчатый отбор и серьезную проверку. Только после этого няню знакомят с потенциальными работодателями. При встрече обратите внимание на поведение няни и задайте ей правильные вопросы. Спрашивать о своих детях, внуках и как работала в прошлой семье. Нужно задать такой вопрос, какие были сложности в прошлой семье, с чем они связаны. Человек должен спокойно тоже отвечать на эти вопросы, зная, что трудности везде всегда бывают и не все на самом деле гладко. Действительно, все гладко не бывает. Даже тогда, когда сама лично знакомишься с няней, как сделала Ольга Шпак. Во время прогулки она заметила приятную женщину, оказалась воспитательница детского сада. Много лет проработала с детьми и имеет всевозможные сертификаты. Ольге как раз нужна была помощница по уходу за ребенком и вопрос решился сам собой. Но спустя какое-то время Ольгу ждал неприятный сюрприз. Мне за два дня, в выходные дни, мне позвонили трое знакомых. И у всех был один вопрос. Оля, кто с твоим ребенком сейчас находится? Ну, ходит по улицам. Я говорю, ну, няня. И они мне начали рассказывать какие-то такие странные вещи. То есть одна мне сказала, вот она водила его на занятия, то есть она шла следом за ней, выходит. И ребенок просто сделал шаг по направлению к площадке, а направо там надо было идти к воротам. Так она его без слов просто за шкирку подняла и потащила, он только ногами перебирал. Подобных рассказов от разных знакомых Ольга выслушала много. Наученная горьким опытом, она советует родителям очень внимательно отнестись к выбору няни и предпринять все возможные меры ее проверки. Попросить знакомого человека, которого ребенок не знает, чтобы тот на площадке посидел и понаблюдал, как ребенок общается с няней, как он относится к ней. Пример Ольги доказывает, что ни огромный опыт работы, ни сертификаты не являются гарантией порядочности няни. Психологи уверены, все это не играет никакой роли. Здесь важно другое. Новый человек пришел, и родителям важно понаблюдать, как человек ведет себя, как он разговаривает с ними, повышает он голос или нет. Важно попробовать собрать максимум информации о нем. Вот прям максимум. Все, что есть в социальных сетях, это тоже очень важная информация. Любые какие-то дружеские связи, фотографии. В общем, прежде чем впускать в свою жизнь не просто чужого человека, а человека, которому вы доверяете самое главное, своего ребенка, необходимо проделать огромную работу. И даже в этом случае нет никаких гарантий, что результат на все 100% оправдает ожидания. Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко, Дмитрий Шарапов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин